это всё да как так да блять охренеть боже я сдрогнул от яркой вспышки зачем так делать боже создатели бк рр ну вы как это правдоподобно сделал я я уже все я уже себя хоронить на это это жаль а ну вы бессердечные вообще ну вы просто бессердечные люди собранный шуриком самопальный прожектор качнулся и теперь бил не прямо в лицо решившись и сделал шаг в сторону пытаясь понять что происходит я не в автобусе я снова на сцене ну как почему алиса все лишь угрожающийся тела на меня она хмурилась но в этот момент казалось не самым дорогим человеком на свете после мига конечно и развитая стена автобуса кулаки были целёхоньки черное отчаяние быстро улетучивалось уступая место ничего не сравнило бы облегчению я понял что глупо улыбаюсь уже гитаристки ничего не было автобуса голоса и стены фантазия разыгралась просто нервы и богатое воображение я не провалил концерт я подраз головой прореза заканчивался раньше мест успел сообразить что делала моя рука легла на толстые струны басы и подпотела ритм все часы проведены в репетициях и такие комментарии алисы заботливое наставление в мигку добродушные насмешки ульяны все это дало результат нет я еще не мир я еще нервничал появился в лице или отстать развлекалась гитара нужные звуки алиса кивнула гримасное лице сменилось обычной улыбкой а через несколько тактов над притихшими зрителями разнесся звонки чистый голос миг ты помнишь как мама включали нам эти пластинки то ли сработал гипотнос на пляже то и бесконечные повторения дали о себе знать но пальцы зажили отдельной жизнью влажаясь на нужные воды раньше чем я успел подумать подожать и пускай все внимание доставалось нику и алисе но сейчас я испытывался странные ощущения странные очень приятные и лучшие песни начинали звучать давай сохраним их надолго дома я привык быть один убеждал себя что мне не нужен никто убеждал так хорошо что в конце концов сам в это поверил и только теперь про лишь спор что и выйдя на сцену перед несколькими десятками пионеров я понял что ошибался нас приключения ждут впереди пройдут года но мы не забудем конечно не просился сюда я не просил принимать меня в руку просто хотел бы поближе к милку для нее старался сыграть как можно лучше для нее репетировал до мозолей для нее теперь подколы алисы и ульяны терпел но сейчас плетая низкие басовитые ноты в мелодию и идущиеся в зал я чувствую себя так хорошо как никогда раньше делать то что нравилось другим делать то что нравится себя самому и дарить лучшую часть себя радоваться вместе с ними на какое-то время ставлю целым с залом как же все просто песни сделавшие нас людьми мы снова подарим их людям последние аккорды песни повески в воздухе на какой-то далек долю секунды зал замолчал а потом разразился самыми настоящими бутылсментами я слышал их меня переполняли эмоции вероятные ощущения максимум левел не зря мозоли натерял постепенно волна затихла и микку наклонилась микрофону спасибо мы очень рады что вам понравилось а наша следующая композиция называется а как же она стыки называется скоро мы узнаем следующие четыре часа прилетела как в тумане одна за другой мы отыгрывали три положенные песни даже стало жалко что все прошло так быстро еще одна последняя песня и все закончится став лишь ярким воспоминанием к моему удивлению микку отложила гитару радостно объявила а теперь выступят наши гости из германии почему-то я ждал что она скажет гдр и вьетнама клаус и друг с музыкальной импровизацией тут она запнулась и кажется хикнула смущенно взглянуть на меня да уж слова импровизация навсегда изменила для нас свое значение их попорол смущение закончила фразу звучит название песни просим на сцену наши гости поднимись по ступенькам скрытым носом корабля невидимый шурик поколдовался выключателями освещение сменилось яркие лампы погасли оставив два столпа света в одном стоял министерный трюк с флейты а другом сидел клаус небережно держащий уже знакомый нам гитару я думал что мы просто постоим в темной части сцены прежде чем продолжить но уля она ухватила меня за руку и лапса дни к задней двери живи поршнями и куда ты меня куда куда я же тебе обещала гула лису показать время пришло о ах ты мелкая зараза вы тетю какие мы нежные шуток не понимаем такие шутки в зубах бывают промежутки так девчата угомонитесь что происходит сейчас увидишь даже больше чем ожидал мы спустились по задней лестнице в десунки вся вся в зубе леса потянул на доску облицовки то не поддавалась из резкого злобного сцена пела почему сильнее с тем же результат мало кашель ела да тихо я не знал чем алисе это доска но протянул руку чтобы помочь как раз вовремя наоборот на забитые гудри внезапно поддались и лишь чуть не упала опа а че там глазки там юлька что ли или это пират ульяна тут же полезла в образовавшиеся щели вытащила наружу какой-то сверток это было одеяло живо живо работаем девчонки сказали сделано траве и быстро по-армейски принес раздеваться чуть люди шутки лагерей не конечно я видел купальников да и вообще ну как бы свои но на взгляд открылась при слишком много загорелой девичьей кожи чтобы скрыть спокойствие а вы чё творите мы переодеваемся к вступлению не застегну все пуговки а ты еще не будешь смотреть в стену и тяно сломать алиска ты притворяешь ты повторяешься пиздил тогда только тогда челюсть все я пошел отсюда шутит она не парься она и сама не против чтобы ты посмотри да и раздался звонки шлепок ай тихо я шучу не смешно и ничего не было здесь было бы на что смотреть если бы здесь была лена до 7 я не поняла это то есть пищит и таких нет микро сошла сцена я подал ей руку помогать спускаться по ступень на рыжий продолжали шутливую перебранку за моей спиной и попадет нам когда все закончится ну-ка подержи она быстро сбросила блузку принялась вытаскивать ремень из юбки день ты поет и от нее отвернулся а то скрылась захлебнешься лиска шлеп нее еще раз не надо я молчу алиса то что ты его тискаешь давай подевай уже семена запросами нормально такая минутка открывай здорово а вы да я обалдел от неожиданности увидев произошедшие перемены так вот чё за сюрприз пельнерская форма лежала на одеяле на девчонка же красовались другие костюмы они навевали мысли о южных морях чайках злоне абордажных сабель пугая матершинники на плече и ножки от стула без ноги нравится очень а чё это по-твоему вот это и есть ваш сюрприз он самый она правила кожную шляпу с краевым черепом и вздохнули и вздохнули и сюда сейчас мы с тебя криминальный элемент делать слова не выйдет сильно него в лицо порядочный на нем я явно видны уроки скрипки мамины бархи коллекционирование гербарии можно фингал поставить по быстренькому ай ты ж умеешь не надо отмазывается просто делай такое же лицо как обычно когда играешь будешь туповатым пиратом чего а ты не замечал ты когда увлекаешься губу поджимаешь складываешь трубочкой то ли кто же так делать не правда если не говорил чтобы ты не расстраивался и во время игры а посторонних вещах не думал действительно складываешь она прислушалась пошел второй проигрыш ему играть осталось три минуты давайте быстро быстро еще как видно будет минуты две расскажет какая хорошая штука дружба народов или смештательно улыбнулась хотя некоторые народ очень даже ничего симпатичные а риска вернется землю замки висят и сядет и когда поправляла колонку закрыла осталось этих выпустить и готова электричество сарашка клялся и божился отключить не смогут если на столб не завезут читавая под замком кабель отсюда закопан и замаскирован ничего не сделать раз в топором дыру прорубит вы чё задумали это уже не таки она не будут две минуты да да сейчас тенька протяни руки не то протянишь ноги она быстро сжала мне галстук снимала до пупую рубашку наперила на меня черный жилет с кожаными вставками подпоясала малиновая тряпка изображающий пояс вышел не столько пират сколько оборванец галстук галстук о придумал она стала на цыпочке обвязала галстуком и лохматую голову бандана ну даже не знаю мику что скажешь мику продолжала читает секунды ориентируясь на музыку но привлась улыбнулась мне 30 секунд по-моему миленько а ну да нашла кого страшно алис как к тебе нормально ты его будет рассматривать когда на сцене буду я она эффектно оставила зад и подбочу подбочинился кто тут у нас завиздился то она потянула кожаные бриджи те плотно образовали стройные но уже отлично сформировала все бедра я торопил этот взгляд на мику и не видел лица ульяна когда она довольно добавила там уже все будут смотреть на меня девочки семён пора на абордаж кошки к борту пленных не брать кошки или ведь тоже где-то здесь интересно где ну точно там да ящики заторопились вверх по ступенькам а я думал о двух вещах что сейчас произойдет и как перестать пялиться на едва прикрыты тесными брючками зад алисы впрочем с учета морского сценария на ее корму алиса глянул оглянулся под мином сейчас повеселимся хорошо что они не умеют читать мысли ведь не умеют выступление закончилось зала души аплодировал гостям а чё они кстати а чё они сделали то они выступали чуть пели песню труп кивал слушателя маклаус я не видел его лица но был уверен что он смущенно улыбается слави и дмитрина снова зашли вышли на сцену ну что друзья наше крутосветное путешествие подходит концу это был замечательный концерт и теперь перед заключительной песней я хотел поблагодарить вас за то что вы приехали за то что были с нами ведь главное я не разобрал что главное алиса промокла мне в само ухо сейчас сейчас лишь бы она со сцены спустилась а если не спустится алиса досталась за колонки большой моток бельевой веревки тогда мы привяжем вон к тому столбику там нападение первого сценария есть а когда она все время будет поздно чего я остановился не знаю кем ульга была до попадания сюда но расправа с двойником шуточки про мин и упоминание шрамов намекали на то что точно не библиотекарем если они собираются попробовать ее связать гуляли мягко поддала мне коленка под зад не тормози поднимайся второй выход а второй выход на сцену пугал меня куда меньше чем первый ольга медленно улыбаясь спустилась вниз вышла через оставленную борту калитку и тут неуловимым движением улья наделенного за невинного вида берёвочку а теперь заключительная песня а называется она ой из под крыши вниз не слышно скользнул фонарный щит висевший в килограмм двадцать не меньше то он что все это время все над нами было каску на ней проход на сцену оказался надежно блокирован вторая дверца уже была заберта и спины раздался щелчок шпингалеты и на какое-то время к нам невозможно было подойти не выломав дверь чем-нибудь тяжелым вроде топора или лома с микрофоном в руках натянутый улыбка на лице переводила взгляд с нас на вожата из вожата на зрителей она уже догадалась что мы отклонились сценарии теперь явно думала что говорить дальше ученки решили все за нее они нежно отобрали микрофон подхватили славу под локтю и открыли боковой стойке изображающей мачту еще секунды отличница пионерка спортсменка и наконец просто красавица оказалась привязана алиса с Леной проверили узлы и вернусь к микрофону нормально надо дойти должное срывать концерт криками помогите и да что вы с ума сошли с целью левятка не встала она только поприцельно посмотрела на меня и поинтересовался семена что вы делаете извини небольшое дополнение к сценарию подограй нам ладно я чего-то такого не ожидал я чего-то такого ожидала она подвигалась устраив поудобнее кивнула так даже интереснее алиса тем временем выдала несколько сочных аккордов привлекая внимание вожатой то обернулась увидела что происходит на сцене а это что было алиса отдавала микрофон у микку и довольно заявила это бунт на корабле ульга выстрел на славе притянутой к мачте на мику потом на меня затем осторожно взглянул на проверяющих те переглядывались и даже шу как шушукались но пока сидели спокойно видимо полагаю что сегодня по плану алиса сбила шпляпу на затылок и улыбнул зал наш праздник подходит к концу и он был классным но хватит уже детских песенок пусть нам запретили играть то что хочется но вы же меня знаете со стороны зрителей раздался смех одобрительные возгласы алиса в лагере знали и поэтому мы решили чуть-чуть изменить программу концерта кто не хочет слышать настоящую музыку тот может идти печь картошку и сжечь пионерские костры а мы начинаем улянка давай еще одна веревочка на мачту взлетала черное полотенце полотнище кривоватый но легко веселый роджер поднимал зрителям с флаг штока а свежий ветер так энергично развивал флаг что казалось будто мы действительно посреди океана орга с натянутой улыбкой дергала боковую дверь западаясь подняться на сцену алиса поверсила крючком от наисула замка сопротивление бесполезно корабль захватен алиса быстрее на нас и кивнула подавая знак что пора начинать ух и мы начали приезжие уставили на сцену а вот двинулась задней двери моя партия была простой так что я успел дырнуть струны и рассматривали акции зрителей любоваться никого беляющий чулка чтобы потом кажется хороших характеристик ни в ком самом не больше не видать а что будет ольге за эту самодеятельность лишат премии для строгий выговор это вообще главное в этом лагере так то вообще круто выглядим жестко и если комиссия больше никогда сюда не вернется а лагерь волшебный как сейчас мне это говорить паранормальный то почему ольга так дергать дверь и молотит мне ногами почему ты с такой силы что имеете шанс снять все спасели хорошо что я вела себя приличный не пытался вытрясти из нее ответы силы судя потому как с дверного косяка полетела пыль и как подраскивались наличники ничем хорошим это бы не кончилось удары стихли в ожидании сообразил что ничего из этого не выйдет и с фальшивой улыбкой вернулась на площадку между сценой и зрителями для порядка она подергала запертые дверцы через которые полагалось подниматься артистам все было продумано декорация корабля была слишком высоко чтобы через нее можно было перелезть слишком прочно чтобы ее можно было сломать и очень нерешно перекрывал все входы на сцену конечно можно подтащить лестницу встать на стул или просто сбить замок каким-нибудь лом ломиком но тогда будет очень трудно милить гостей что все это по сценарию алиса понизив голос насколько возможно пела песню про пирата молодых офицеров что вышли за встречи не купила вторым голосом а ульяна кажется она задалась целью расколотить свою ударную установку и хотя бы вогнать ее в пол в женском исполнении голос не слишком подходил достаточно жестким рифом на мой вкус но не балованы рок-музыка пионеры были в стороны ульяна перехватила мозг гад и не переставая молотить по остановке подымала века была слишком занята тем что выводила грубоватые но бодрые рифы как и лоисе превращая песню диалог даже славяна покачивала головой в так мелодии кажется ситуация и забавляла тем временем ольга подвела к сцене электрика что говорила ему на ухо кто-то покрутил головой пострелы наверх а затем его глаза расширились он явно узнал детали из которых была сверганена наша цвета музыка с нехорошим выражением на лицо он посмотрел почему-то на меня потом снова на фонари а с ним убежал куда-то в сторону нанулся он с топором не абордажным а обычным плотницким где сглотнул аж дальше сейчас он врубится в борт корабля и просто проложил себе дорогу к сцене не оглядываясь на мнение проверяющих и потом нас бесславно вытолкнул со сцены но нет электрика пошел в сторону где толстый кабель питающий сцену уходил в железную коробку на столбе твою ж мать я придался к тому что сейчас погаснет свет и звук динамика тихо совета нет короткий замах сноп искр но вместо этого погасло несколько фонарей на аллею идущих домиком а лампы подсветки лишь слабо мигнули нормально еще где даже не сбли с ритма и только улыбка алиса стала еще шире они предусмотрели все электрик почесал затылок потом рубанул кабель еще несколько раз пока не собредил что это бесполезно песня закончилась алиса выделила расходящийся лицо и довольно слушая аплодисменты и одобрительные крики из зала вам понравилось пусть только то есть песня что нет ну что продолжаем только сделала страшное лицо и жестами призывала нас заканчивать но не ради одной этой песни все затевалось алиса снова ударила по струнам и основу стало незнакомы ритм думаю о том что будет дальше удивительно как много всего может случиться за короткие пять минут вот только что ольга спускалась со сцены а на слух переоделась в пиратский костюм и вот мы уже нарушили порядка и только тонкая фанера разделяет на соразмерную лажатую теперь я понимаю зачем они гоняли меня репетируют эти песни которые точно не позволили бы смотреть на концерте могли бы и сразу сказать на фоне тайны моего происходяний смешные пионерские секреты оказались такой мелочью что не стоило вспоминать так то хорошая песенка будет никто не рассчитывал что нам удастся оккупировать сцену надолго так что 10 минут и еще пара песен пусть спустя все закончилось наверное все закончилось бы хорошо если болезнь и не разошлась на рассушку полушан сыграть перед залом она решила покрыть все что может рыжая тресла волосами рвала струны медиатором бегло пальцем по грифу смертной скоростью а под крест выдала такой сложный быстрый соло что только рот открыл попутно наносилась по сцене пинал усилительным мачту и концертной колонки подпрыгивала и вообще велась я как марти макфлайн на школе танцев стоит только разница что веса не хватало и вместо того чтобы покинуть колонку она отлетала от нее сама не упала и то хорошо матч тоже по скрипу его держалась нормально так пионер не были готовы к такому поведению на сцене а потому-то когда последние минуты повисли в воздухе вместо аплодисментов раздалось только тихо перешок на него голосов зал молчал напряжение росло лишь потом раздались первые негромкие хлопки к одинокой паре хлопающих ладони давалась еще одна потом еще несколько испоря волна аплодисменты разошлась по залу понравился им можно сказать но подвергли громко и явно купалась от своей крылья не славы она стояла на смеку и чуть запыхавшись махала за рукой избегая избитая ногами мачта решилась на момент подходящий она закрепила крышнула сторон зрителей заставив передние ряды охнуть и пригнуться на потом гирлянда из флажков потянули назад описав красивую дугу она рухнула как раз позади алиса то взвизгнула подпрыгнуть чуть ли не на метр но тут же притворил что все так и задумано зрители были в восторге этот концерт точно должен был запомниться им надолго ольга бирина нашла шпингалет который который запирал дверцу на сцену поднялась к нам и теперь говорил микрофон что-то про сюрприз яркое завершение концерта явно стараясь создать впечатление что все идет по плану мы отправились к выходу со сцены хорошо ли плохо ли но наш первый единственный концерт подошел концу микрофон задумчиво и молчала это было так не похоже на нее что случилось а ты о чем идешь думать дух идешь думаешь о чем-то я что так фальшивил она лопнулась нет нет все хорошо не волнуйся ты хорошо отыграл хотя в паре мест рука двигалась неуверенно но это исправим когда вернемся домой это поработай над этим а вообще справился отлично я даже не ожидала нет смысла что не верила просто не думала что ты так быстро научишься я конечно выбирала она остановилась кажется я забыла спросить а собираюсь ли это вообще играть дальше и уже строю план микрофон улыбнулась знаешь когда есть что-то интересное я уверен что это интересно всем ведь у тебя могут быть другие интересы просто если ты решишь продолжить то я буду рад и ведь мы сможем привести репетировать и и вообще если он откажется ему но закушу нельзя мы же не панк рок играть собираемся где музыкант без носа будет хорошо выглядеть алиса 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 пинком открыла дверь и сбежала по лестнице за нами она раздвинул шляпу на бок посмотрел на нас улыбнулся сейчас будет много трейдов и ты же знал что так будет наставь себе лучше удовольствие дверь идущая на сцену снова открылась я к себе обрисовывал черный силуэт ольги дмитриевны выглядело это достаточно инфернально ольга не торопливо спускалась по лестнице или стоя не предвещала ничего хорошего так товарищи пираты бунтуем значит кто помнит что по флотским законам делали с бунтарями к моему огромному сожалению в пионерских лагерях телесные наказания запрещены так что показательной порке можно только мечтать нажали слова кпсс ночевская не умничать тут иначе я начну зверяствовать зверствовать на лица так хотелось застрить но поглядел в лицо ольги и поняла что время неудачное все прошло просто идеально но нет нужно было высунуться и все испортить ну да ладно знала же с кем я имею дело это вам не генду взрывать за скандал районного масштаба ты еще перед островыми гостями плакала моя категория плакала премия за месяц уволят чертовой бабушки на шнурного саму извините пожалуйста мы хотели чтобы праздник ну повеселее сделать ухохочешься просто переигрывайте ольга миллиона переигрывайте ладно попытаюсь спасти положение придет сделать сделать вид что вы наказаны а теперь шагом марш на уступы оттуда никуда а танцы сейчас я пойду поваляющим меня будут долго танцевать во всех позициях но и зрителям понравилось это дело не относятся она вздохнула все скройтесь космейк в клубе я уложу дела и зайду чтобы решать что сами делать дальше гуськом могу сцены направить москву сзади лицо с удивленные и я гуляю бегнулся пострел на ступеньке ведущей на сцену славку ты кто от столба ты же не морские узлы повязала рыбацкий шкоп называется штык он по обычному пионерку не по зубам элиса невин предположил ты режешь чем-нибудь может вернемся нет он рассказал идти в клуб если мы сейчас вернемся то она будет ругаться лучше послушаемся иначе да уж если она выгонится из дома придется ночевать в клуб не хорошо вышло кажется ольга действительно расстроилась на ее зато концерт вышел настоящий живой я так понимаю что исключение из пионеров тоже будет настоящее и живое от это как думала игра по-крупному как-то все пошло не так не знаю чё вообще так ждала она задумалась и ответила на свой вопрос наверное что они дружно встанут и что размахивать руками в такт и подпевать надо было подождать пока важные гости поужинают потом они подарены мейден подпевали бы после водочки ты шашлыка я не хочу чтобы меня исключали с пионеров еще семена втянули это же в комсомол не возьмут и вообще у него своя голова на плечах пусть даже это голова басиста свежей ничего не придумал он знал на что шел я знал интересно что теперь будет какой гуманит она будет закручиваться не наша забота наша забота пойти под домашний арест клубе когда мы зашли в клуб ульяна включила свет порылась в кармане бриджи и взлетела от 4 ярких пакетика я тут у приезжей девчонки сменяла редкие олимпийские значки на растворимый шоколад а пить ему дашься концерт маленькая фарцовщица а как же облик советского пионера если не хочешь может не пить хочу плохо что печенье кончилось немножко осталось как тоже курил что мало ли что я говорил ты когда нервничаешься подряд так бы схомячил сухомятку и ничего не осталось бы на вечер моча шоколадом купим лава за него четыре очереди значка упалачено с печеньками вкуснее надо же я не знал что ленка собирают очки я тоже думала на фотографировать ульта почему это скрывала штиль с костиками и не собираю она помочила с ним двору же не собирает она альбом у кибернетиков оставила ой ну и влетит тебя потом когда заметить пропажу визга будет здесь гости успеют ехать уже с кем я связался кражи бандитизма антисоциальное поведение вплоть до международных скандалов поздно назад дороги нет вход от рук выход 100 я прижал всеми и за тысячу не увидим вот опять началось этим двинем все равно где обниматься а мне теперь что с ним делать я думал на дискотеке пригодится она вздохнула взял какой-то сверток лежащий на матрасной горе и поняла скручивая руках что это какая-то особенная дымовая бомба алиса не то что посмотрела на меня потом покрутила пальцем у виска дурак ты семён и не лечишься хотя она стряхнул сверток внутри обнаружилось симпатичное ярко-красное платье алиса подошла к небольшому стенному зеркалу расправила наряд и приложила попутилась так редок правда бомба здорово нет правда он уж не думал что ты такое носишь все форма ты же говорил что это для дураков и по тонкому льду ходишь семенович на я и правда такое ношу это славя дала просто немножко ушить вот тут она показала на лифт платье до алиса была отличная фигура но до форм слави любовно выращенных на парном молоке и деревенских продуктах наши рыжие было еще расти и расти взамен она попросила мне чуть не не чудить пока гости не уедут я обещала и не выполнила так что платье не носить нельзя это будет неправильно она решительно сложила платье и принялась упаковывать обратно будем считать это высшая справедливость за то что забыли ее отвязать такая ность порядочная мне страшно кажется картоха пропадет эта новая насквозь правильная лиска точно не будет нарушать режим да а вот фиг те еще в агуме шоколад казался вкусным так что хорошее настроение быстро к нам вернулось мы обсудили наш первый концерт строили планы собраться и сыграть еще может быть на школьной дискотеке а может на выпускном страх при завтрашним отъездом постепенно опускал меня двойник говорил что это место реагирует на наши желания ольга тоже убеждала что все будет хорошо где постучали и в клубе появилась органами рент с антоном ну что граждане дебоширы меня от вас две новости хорошая и плохая с какой начать с хорошей с плохой значит так первая новость у вас не будет возможности распевать такие песни в артеке ну вот а мы так старались такая хорошая это и была хорошая а плохая а ты на вас будь то будьте добры а он жестом фокусник раздег из спины пачку ярких листов о грамоты плохая вот она наказывать вас не будут решением областной комиссии заправления культуры аж м вокально-инструментальный ансамбль награждается почетными грамотами за значительный вклад дальше следует несколько строк грактического суда слова будья в общем всем очень понравилось имейте ввиду с вас причитается и почему это потому что я единственный кто умеет печатать на машинке при этом достаточно трезв чтобы падать по нужным буквам поэтому пока все наслаждались летом барашком и вином я заполнял ваши грамоты остальные уже упали в осадок и непригодный к употреблению антон ну не прийтих же так вот все были восторге и желать и жалели что не привезли остальных анастоманных гостей чтобы показать насколько прогрессивная современная музыкальная культура у наших пионеров конечно шашлык и вино тоже сыграли свою роль но и мне сильно понравилось на выступать в артек мы не поедем правильно алиса я провел через зал дипломатии но я не смогу убедить их старых заслуженных деятелей культуры что песня про мертвого пирата занимающегося грабежами и подходят для пионерского фестиваля какая неожиданность она не нужен орден давайте медаль мы не гордые ульяна хоть бы поблагодарила простите гражданин начальник все теперь переодевайтесь и отправляйтесь на дискотеку делать познакомых героев дня неприлично ну хоть герои дня она засмеялась и они с антоном скрыть за дверью переодевайтесь легко и говорить а вы что форма мне как корову поживала не с противки же идти не надеть нечего ведь и говорила говорила возьми платье гитара она прихватила который здесь куча платье поленилась вести и они танцуют дискотеки отстой так что так кто у нас сильно много разговаривает алиса так вот же платье лишь алиса еще раз взяла подарок славе полюбала снаторжение с тем решительно отложила наряд нет села славку связала потом в платье танцевать это честниство какое-то я так не могу алиса почему бы тебе не пойти как есть чего ну платьев там будет много тем более она тебе не совсем под размер а пирата там всего ничего я думаю ты произведешь там этот фурор произведешь алиса смутилась пострел на штанины разной длины пойдет говорим нет это оплетающее загорело плечо и вопросительно пострела почему-то на меня по-моему отличная идея не буду глупо выглядеть не глупее чем обычно сразу такая она пошли я умоюсь это вспотела пока игра мы остались вдвоем мика держал свою карту на выстанных руках и размышлял вслух как по-твоему передеться или с одной стороны глупо будет ведь алиса и ульяна останутся в костюмах а я переоденусь а с другой в этих колготках мне не жарко и я боюсь резко двигаться мент скоро руку сшили до что случится как думаешь я представил себе наш танец в мику когда мои руки на ее талии нас представляют лишь тонкий тонкий слой ткани конечно наденю кату она такая красивая и жарко и вообще и нельзя будет под ней ничего как его не убедил она выждала секунду-две потом улыбнулась так высмотреть конечно на халл она смеялась потом быстро черепнул выключателем погоди в свет видимо она решила что так я не вижу и неприличные мысли не посеет мою голову результат оказался прямо противоположным и есть вот это четко обозначен светом фоне штор отчерченный лунным светом грациозными движениями купите на пиратскую блузу через голову и я весь поглощенный этим зрелищем затоив дыхание 20 тем как ткань томительно медленно ползает вверх и открывает 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 ткань ткань откроет только животик мне потребовалось несколько секунд чтобы понять что то что не так 7 помоги мику запуталась и застряла на полпути не пришел поближе поинтересовался что случилось из-под глаза донеслось обижены зацепилась эти черепа щас потяну и ай волосы больно ну помоги не стой со лбом она попыталась освободиться но только запуталась еще больше всего-всего сейчас не дергай вот совместными усилиями мы освободили мику из трикотажного плена она собрала волосы теперь стояла рядом почти прижимаясь ко мне а одежды на ней было мало слишком мало чтобы сохранить спокойствие или способность себя выражать если уж не то пошло я постянул руки и обнял ее превратив почти в прижимаюсь если хочешь давай пойдем на танцы да и на это прощельный костер или как потом нет нельзя ведь этого еще свернуться да и органы будет ругаться искать пойдет идет на самый интересный момент мне нравится ход тех мыслей значит значит сбежим чуть попозже когда у себя пометились товарищи она коснулась ключа на шнурке надо же какая-то у меня оказывается за карен закоренела нарушительница правил и если кому-то нравится не нравится я не держу она поцелала меня в нос и улыбнулась ухаживая за славей или же не они сами порядочность и законопослушность правда я пошел можно не глупый она вздохнула прилинула ко мне и просто сказала не смогу без тебя жить я замер услышав это такие обещания часто даются и редко выполняются не слишком хорошо знал что сердце они разбиваются рано или поздно душевная рана затягивается ты живешь дальше но девушка прижавшись от моей груди искренне верила в свои слова слышать как веселая жизнерадостная мику говорит такое было настолько непривычно что я не нашелся что ответить я коснулся губами и глупо несколько секунд спустя про красиво не говори такого пошли а то бизнес нам все нас все станцуют мигу кивнула быстро одеваюсь оделась и вылазка через клуба и снова как две недели назад вокруг переменялись перемене вались яркие гирлянда на деревьях из динамиков длилась мягкая музыка а везде куда ни посмотри двигались танцы смеялись переговорились десятки пионеров подожди так она чё голая просто адрес не наделил юкату волк кого из них кого-то из них я узнавал кого-то казалось видео впервые наши и приезжие смешались между собой если трубку еще можно было узнать из-за экзотической внешности то клаус совершенно сливался с местными весь оставшийся официоз пал под напором жары и праздничного строения проверяющие по небратски наблюдали за дискотекой избавишься галстуков потянутых рубашках а кое-кто и вообще в легкомысленных шортах и майках лагерь окутал у всех какой-то особой атмосферы расслабления и уверенности что все будет хорошо и не о чем волноваться нужно просто веселиться и хорошо проводить время чем все занимались кто как умел даже жулик был здесь он сидел рядом с роботом сжимавшим микрофоном неугомонная ульяна пытался его растормошить и вот значит убрали робота-барабанщика половину мозгов включили а он все равно играет только джаз убрали еще половину одну из как ее мелко схему оставили а он играет рок решили чистый эксперимент и совсем мозги вытащить что вышло что что робот ложит барабан и взял пасуху кибернетик вежливо посмеялся но мыслями он явно был не здесь совсем не здесь я надеялся что последний вечер в лагере мы пройдем только вдвоем с микро но и и тут же утащила стая каких-то малознакомых девчонок она беспешно пыталась вырваться а потом виноваты улыбнулась не через плечо все не на долго честное слово на моем плечо легла рука и кто-то задуманно задумчиво произнес опять придется его звали думаешь уверенно еще и так халат спила с подсолнухами красиво же слишком заметно в каком это такое в принципе еще пару недель назад я бы обиделся и ушел но сейчас я понимал что она просто шутит и вместо этого поправил ее съехавший ремешок на плече сделанный лены все еще держался если бы я не видел как его рисовали то решил бы что рыжая не нанесла себе татуировку и вот как нам теперь не заметно улижнуть пропажу еще одна белая рубашка никто не заметит зато исчезновение мику в своем халате сразу бросится в глаза ты собралась добавить к срыву концерта еще и побег ольга медведевна будет в шоке да не будет стояло зато ничего картошку собираюсь печь все готово дрова картошка только нас не хватает она улыбнулся нет если ты собираешься плясать то мусульянки и сами можем а когда добавить картошку на гулки так семен принеси а как печи лопать так семена и типа танцуют мужчина вы обратитесь в чем хотите с мику хочу потанцевать алиса вернулась на удаление быстро на буксире она тащила мику ну что ну все теперь тихо мне подчеркивать тихо выходим из площадки и может шурика приходит нет четвером же решили ладно клауса тоже так чё мелочи заберем весь отряд в гости вообще тише то вы сейчас начнете кричать и тогда все будут смотреть только на нас это понятно значит немножко осмотрелась через главную аллею не пойдем дается длинная дорога через кусты до ворот и оттуда на пляж двигаемся в тенях гуляет картошку семен замыкает выдвигаемся я прислушался не заиграет ли где-нибудь музыка из миссии невыполнимо но кроме медленной танцевальной мелодии из динамиков ничего слышно не было до пляжа мы добрались без подключения сюда за мной она завела нас дальний конец песчаной косы где возле большого от бревна уже лежала куча сухих веток ты и дрова приготовил а то еще утром пока кто-то гонял чаи с вожатыми и спал и сбегла на пляж нашла место на малолеток и вообще поняла алиска молодец возьми на полке пирожок я бы не отказывалась у меня от него какие-то разыгрался я знал что ты скажешь это улья там пакетис пакетис картошку сверху бутерброд лежат мы сегодня ели кое-как так что ревность составила меня взять их с собой это думаю почему пират такого как картошки терся это он колбаску чуил странно что за нами пришел эти окошках я глядясь по сторонам юли нигде не было видно я что она со своего него пустила и с аппетитным закусу закусила добытой рыбкой а может и шашлычком монстров поудобнее девчонки стреляли на меня словно ждать чего-то чего это вы меня гипнотизировать сенька ты действительно туго соображаешь прям как еще одна шутка про басистый я пошел спать 7 минут будь мужиком по ухажай за даме разведи костер я не обострел на следующую передо мной пираток саке синий правда не ты не мог бы как мамонта забить и огонь растеток мужчина как уж за кусочек хобота так женщина она отбежала в сторону принесла пучок сухой травы давай не отвлекайся бумажка есть промазки на бумагу в которой был завернут бутерброды подошла до растопки если шашалашик и светок подожжил траву и вдруг понял что не хватает одной важной вещи а спички есть не курю я про спички-то я как-то не подумал знаю сейчас мы посадим сеньку с двумя сухими палочками нам будет добавить огонь отказываюсь и вытрите день предритет картошка никто не догадаться огонь прихватить растяпа мы с тобой не на ты она улыбнулась и продемонстрировала нам зажигалку вот так и откуда она у тебя не закурить начала я лично тебе уши оторву чтобы дедушку твой не расстраивать поляна правда тебе зачем зажигалка я в столовую шла увидела ежика на тропинке но я за ним в кусты и за потеряла потом смотрю что-то блесит в кустах зажигалочка красивая я избрала конечно там кривень выскочил жуликова подкрутила она работает еще допытывался откуда она у меня и попросила беречь и ночи говорит ценная вещь может внутри золотая бриллиантовая ты можешь не преревать хоть в разок правда так и сказал очень ценная зажигалка вилла на же а ценным да там же у нее огоньку то не нашлось мы спичками тогда сожигали а чё смысла где у тебя спички семен держи были спички я укрылся к ульяне этих сказал не на ухо меня на ты чешурику потом он и вот видишь он будет рад да ладно потом дружеский совет бумаг загорелась хорошо сухая трава тоже а там и тонкие веточки весело защищали в костре скоро будут угольки прогрят хорошенечко запечем картоху ням-ням главное не сжечь лучше бы конечно шашлычок но все мясо за эти слопали приезжие его до холодильника покрутилась на там было уже пусто надо ждать и девушка городская в ходу не хожу а есть хочется до скорых тебя входит ты только что бутерброд схомячила я кучу энергии потратила они на концерт занимают столько же времени сколько разброского вагона угля не надо не обрабатывайся я больше устаю зато я стою а ты сидя зато я я оставил при операции подсел ближе к беку а ты чё сидишь в сторонке окнеродная не хочу чтобы я как-то пропахла дымом да и искры летят жалко будет а на луну вспоминал мне а вдруг веточка стреляет одежда загорится и мне придется сбрасывать не пони ничего но с японии а вот не скажу секрет жаль для меня это очень важно у меня куча на тело глаза правда правда если поднял тебя купальник тогда мы могли бы искупаться по-быстрому пока вы кипр горят по-моему ночное не купание очень романтично ну тебе и надо накачать с усыплением и сеансом гипноза мика засмеялась чтобы на мне по руке без полотенца купаться не буду она запустила руку в мой волос тебе легко отряхнулся уже красивый а мне потом все это богатство сушить или мокрые волосы буду шлипать по спине не хочу холодно для переделаться в сухой негде в кустыне пойду вдруг там какой-нибудь тануки сидит кто-кто сказочный енот с большими-пребольшими она покраснела и замялась не потом как-нибудь расскажу на интернете мне время от времени попадалось картинка с японским вариантом красной шапочки по хамным енотам так что примерно понял о чем шла речь тануки мы же не в японии думаешь он приехал бы сюда только чтобы броситься на тебя из кустов но я же приехал и не поспоришь они злые вообще кто-то эти твои тануки откуда же я знаю и не одного никогда не видела но судить по сказкам то не очень да уж я то всякое повидал а вот у ленки такой вид рано мику смеялась и не ответила девочки устроились у костра чтобы дым хоть немного отгонял комаров я обнял мику за плечи поджал к себе и молча на 120 летним вечером время времени прерываясь на убийство очередного кровопийцы где-то там в паре сетями метров бурлила пионерская жизнь кто-то танцевал просто вздыхал когда глядя на понравившуюся девочку что творилось головах иностранцев я даже представить не мог это был где-то там конечно музыка станц площадки все равно долетала до нас но если не обращать внимание на не внимание то казалось будто мы вчетвером выбрались куда-то в поход и не нужно соблюдать режим думать о цеплении и можно делать что хочется а это неплохо сыграли то теперь разговоров на полгода и при каждом рассказе зрителей будет все больше песни все круче а концерт все длиннее почти как ульбаков дались договори мне еще тут правда глаза колет а еще ухо обрывает она принес ко мне ну и как ощущение после первого раза я обстрел на мику и едва заметно подминул ей она улыбалась концерт стал ярким воспоминанием которые всегда останется со мной но далеко не самым важным потрясающе интересно повторить скоро приедем в город порепетируем к новому году по правам перед настоящей публикой мига зарисовать его сдерживаем смех конечно алиса понятия не имела почему я подруга так веселиться это была маленькая шутка для вас только для нас двоих синька ты не знаешь что музыкой занял занялся уверенно в душе он мутится только глянь как он вырывается из рук миг так не случая голубков ну ты правда будем считать что это ответом а что это она скучала на ноги сделать тебя дергаешь показал что тут в кустах сухари уходит ходить до входить нас парочка решил уединиться и нас убежали танца же вы не видите что черное вожатая появится говорят или видели на этом самом месте да вся началась алиса повара ушло угольки в костре я хлебом не кормить дай страшилки послушать сама потом своих же рассказов пугается и начинается ой алиса там привиление за окном ой алиса там странно девочку на дереве сидит моя лиза то кто-то за дверью пахтит ну пахтел же кто-то поляна струна уселась обратно кто может быть может ешь меня странно лагеря ежики очень испугали и собонесение его точно подождем осталось это был не ежик и уже потом не ругается когда его водкой обливают водой обливают чего поклонник приходил алиса смеялся но только ржать не надо а мне рассказывали стройка к одной девочке на дереве позвонил кто-то то что ли она печки нет а значит просто в двери смотрит там его папа прямо напротив глазка ту сторону смотрит она уже в цепочке тянулась потом спрашивает папа это ты и что ничего молчание она опять спросила папа скажи что нибудь а тот молчит только снова в двери звонит нам наши школы говорили не открывайте не знаком но ведь это же папа значит ему можно открыть только почему молчал мне не рассказывать я не отдавайте здорово уходит папа крикнула она сразу забыл ключи цинь-дзинь-дзинь папа ответь мне зинь-дзинь-дзинь папа пожалуйста мне нужно чтобы ты ответил мне зинь-дзинь там кто то есть тобой цинь-дзинь-дзинь почему ты не отвечаешь дзинь-дзинь-дзинь я не открою дверь пока ты мне не ответишь в дверь звонили и звонили но ее отец по непонятной причине не отвечал ей вот значит она села на полу дверей жалов комочек да так и сидела заслушала звонки дверь долго сидела с той стороны звонили звонили на свете начнусь и понимала что дверь больше не звонят она про зверь и снова поставил глазок а там эти также стоит смутил прямо не и она была смелости отсрочно открыла дверь и ее страх страшную картину весь пол перед дверью был залит кровью и в не были чьи-то следы а голова и папа была прибита длинным-длинным глазем двери напротив глазка и кровью на двери написано умная девочка ужас какой-то тоже тебе радости таки рассказывает если будут каждого замка в дверь подкакивать даже кого-то она улыбнулась но все равно не страшно место здесь такое не знаю даже как описать как будто везде тут таки неким такенными буквами написано с вами ничего не случится ну да я тоже так думал а все эти двойники призраки бесконечные удары по голове и все остальное нормальный пионерский отдых я от житейского всего не говоря что это в японских пионерских лагерях традиция такая ставить свечку рассказ страшные истории да а у вас так не делает не совсем не взрослого дома не было то мы собирались вместе гасили свет я сказываю всяко вся чем мне между прочим неплохо уходил могу себе представить детские страшилки ну правда страшно было давай расскажи что-нибудь если я испугаюсь то завтра воду в куб стаскаю а я окна мою по рукам синий свидетель она подвинулась поближе подругам и таинственным голосом начала